Здравствуйте, я Павел Юрасов и это программа «Область новостей». Вас ждет полная картина дня глазами моих коллег. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Можно ли так кормить уток? Ответ знает Марина Калякина. Оказывается, цивилизация испортила не только людей, но и птиц. И вместо того, чтобы есть экологически чистое пшено, они просят хлеба. Ну, не хотите, как хотите. Летите! В Тамбовском драматическом дают акселератов. На какие темы творческая группа спектакля хочет поговорить со зрителями, расскажет Елена Хромова. Пьеса охватывает взаимоотношения разных поколений и профессий. От школьника, врача, учительницы, библиотекаря до мудрой бабушки-пенсионерки. Но главным действующим персонажем ретро-комедии будет любовь. Изящность и воздушность. Прекрасные участницы соревнований в этом эстетическом мастерстве в репортаже Дмитрия Сергеева. Это открытое городское первенство. То есть к нему могут присоединиться юные гимнастки из других городов. Но, конечно, основная масса участниц из Тамбова. Всего за звание лучших борются 280 спортсменок. А это максимально красноречиво говорит о том, насколько дисциплина развита и популярна в нашем регионе. В Тамбов с рабочим визитом сегодня прибыли замглавы Минстроя России Никита Стасишин и председатель Комитета Госдумы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев. В компании, исполняющей обязанности вице-губернатора Арсена Габуева, гости познакомились с заметными стройобъектами областного центра и обсудили возможности создания комфортного жилья. Моя коллега Юлия Савушкина расскажет подробнее. Начальная точка рабочей поездки Карла Маркса 20Г. Проект строительства этого дома был отмечен в числе финалистов конкурса Urban Awards в номинации «Лучший строящийся региональный жилой комплекс элит-класса». Почти половина квартир здесь уже распродана. В планах обустройство парка и развитие микрорайона в целом. Застройщик намерен возвести поблизости еще шесть многоэтажек. Здесь посадить детский садик на 120 метров в зависимости от потребностей города. Но, естественно, это все нам поможет продвинуть и строить темы квартиры. Если у тебя здесь сейчас есть… У нас 120 мало. Ну, конечно, у тебя здесь… Это пока… Сейчас смотри, у тебя здесь, вот если ты строишь все вот эти корпуса, у тебя здесь плотность получится где-то 6,5-7 тысяч на гектар. Ага. Сейчас у тебя здесь плотность там, дай бог, 0,8. Ну, 0,9. 0,9 даже на гектар. Поэтому здесь у тебя точно садик должен быть больше. А в строящемся микрорайоне телецентр уже создано два детских сада. Вскоре планируется еще один. Волшебная страна была первой. Это современное учреждение рассчитано на 350 маленьких тамбовчан. В первую очередь это жители здешних новостроек. Московские гости, обеспокоенные вопросом строительства социоинфраструктуры, таким положением дел в целом остались довольны. Ни в коем случае нельзя строить кварталы, не учитывая сразу необходимость обеспечения детскими садами, школами, медициной. И, в принципе, вот те решения планировочные, которые есть, ну, они предусматривают это. То есть видно, что и регион выходит на новый уровень. И вообще в целом та реформа строительства, которую мы осуществляли, она заработала. Жилой комплекс Вернадский – еще одна точка в маршруте делегации. Это достаточно узнаваемый, я бы даже сказала, уникальный городской микрорайон, где строятся только малоэтажные дома, а именно четырехэтажки. Как заявляет застройщик, здесь создано все для тихой, комфортной жизни. Большая часть территории нынешнего жилого комплекса – бывшая промзона. В рамках соглашения между Минстроем России и администрацией региона в Вернадском построены дороги на академической и научной. Гости обращают внимание, в 2020-м Тамбовская область получила около 250 миллионов в качестве поддержки на развитие инженерной инфраструктуры, создание дорог и прокладку коммуникаций в строящихся микрорайонах. Учитывая темпы застройки, на помощь можно рассчитывать и впредь. Я думаю, что если регион заявится повторно, мы точно сможем рассмотреть вопрос увеличения объемов финансирования по программе «Стимул», с учетом того, что Николай Петрович здесь мы вместе видели, мы обратимся к курирующему вице-премьеру Маратчику Резеновичу Хуснулину с предложением. Завершили рабочий визит встреча с исполняющим обязанности главы региона Олегом Ивановым и круглый стол в администрации области. Строительная отрасль, как было отмечено, остается драйвером региональной экономики. Приоритет при этом отдается жилищному строительству, причем не только многоквартирному, но и индивидуальному. В рамках профильного нацпроекта в Тамбовской области необходимо возводить в среднем по 960 тысяч квадратных метров жилья в год. Регион ежегодно перевыполняет показатели на 5-7%. Юлия Савушкина, Николай Иванов, Александр Кобзарев, Область новостей. Отчеты о криминогенной обстановке в регионе за прошедший год, вопросы личного и общественного транспорта, а также ответственность за братьев наших меньших. Сегодня на заседании Тамбовской областной думы рассмотрели ряд значимых законопроектов. О каждом в подробностях сюжет нашей съемочной группы. 2020-й стал показательным в части борьбы с преступностью. Регион сразу по нескольким параметрам оказался в лидерах. Так, на 100 тысяч населения в прошлом году на Тамбовщине регистрировали всего 250 преступлений. Тогда как в среднем по ЦФО это цифра 350. По России того больше 385. Особенно радует то, что у нас снижение на 19% преступности среди несовершеннолетних, а по тяжким и особо тяжким преступлениям, если меня память не изменяет, там на 39% снижение. Это очень хорошие показатели. Во втором чтении парламентарии рассмотрели два законопроекта, связанных с бездомными животными. Отныне муниципалитеты в ответе за обращения с безнадзорными котами и собаками. На эти цели из бюджета выделяют 26 миллионов рублей. Средства распределят в зависимости от размера и численности населения районов и городов. Бездомные животные будут содержаться в специальных центрах до 20 дней, где им окажут необходимую помощь, примут меры по недопущению дальнейшего размножения таковых животных и отпустят на волю. Следить за исполнением законодательства будут инспекторы управления ветеринарией. Еще один закон вводит беззаявительный порядок предоставления льгот по транспортному налогу, если у водителя в собственности сразу несколько автомобилей. Речь о пенсионерах, инвалидах, участниках боевых действий, и которым теперь не придется лично приходить в налоговую. Ответственное учреждение самостоятельно начислит льготы на автомобиль с большей суммой налога. Мы принимаем также на уровень нашего регионального законодательства изменения в транспортном законодательстве, что связано с федеральным законом, о котором, наверное, все слышали. Это запрещающим выстку детей, не достигших 16-летнего возраста из общественного транспорта. Некоторые правовые нормы областного законодательства в этой части привели в соответствие с федеральным. Кроме того, на заседании депутаты назначили 6 из 12 членов избиркома области. Вторая половина назначается распоряжением главы администрации. Павел Юрасов, Олег Осипов, Ана Мусатова, Область новостей. В Думе города Тамбовы сегодня тоже заседали народные избранники. Речь шла о плане капитального ремонта и содержания автодорог областного центра. Утвержденный список улиц, готовых к реставрации, уже известен. План работ составляли на 2021 год и плановый период следующих двух лет. Ремонтировать улицы будут в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Отдельное финансирование предусмотрено и из регионального дорожного фонда. Мы приведем в нормативное состояние улицу Гастелло. Также мы, к примеру, сделаем дублеры улицы Мичуринской. Это улица Маяковского, мы сделаем улицу Михайлово. Мы сделаем, к примеру, в октябрьском время переулок Совхозный, улицу Урожайная. Всего в планах ремонта на этот год 47 проектов. Это улицы, участки, переулки во всех районах города. При составлении плана в первую очередь включали дороги в жилой застройке. Общая протяженность подлежащего ремонту асфальтового полотна – около 35 километров. В планах также значатся участки улиц Энгельс и Кронштадтской, улица Ерофеевская и Звездный переулок. Борьба с терроризмом, контроль за оборотом оружия, охрана имущества граждан – вот далеко не полный перечень задач, которые стоят перед Росгвардией. И 27 марта исполняется уже пять лет с тех пор, как образовались эти войска. На праздничном событии в Тамбовском управлении ведомства побывал мой коллега Дмитрий Сергеев. В 2016 году в числе силовых структур страны появилось новое ведомство – Национальная гвардия. В честь юбилея для силовиков в Управлении Росгвардии по Тамбовской области организовали торжество. В нем приняли участие лучшие сотрудники, руководящий состав и первые лица региона. Юбилею войск не один, ведь корни их уходят далеко в прошлое. 210 лет назад, в 1811 году, еще указом императора Александра I, была создана внутренняя стража государства, которая и стала предшественником современной Национальной гвардии. А первым командующим назначили генерала пехоты или инфантерии Евграфа Комаровского. За время существования у войск правопорядка набрался внушительный послужной список. Это и война 1812 года, и Первая мировая, и Великая Отечественная, и ликвидация последствий аварии на Чернобыльской АЭС. С момента образования за пять лет уже непосредственно Росгвардия тоже успела обрасти достижениями, в том числе и Тамбовское управление. «Выполнено более 7 тысяч задач, изъято 3 тысячи огнестрельного оружия, это если брать по Северному Кавказу, ну а вот здесь у нас, в принципе, регион достаточно спокойный, да, то есть, ну как бы похвалиться какими-то такими особо криминальными успехами, нет, все в основном на Северном Кавказе». В числе награждаемых за заслуги старший лейтенант Алексей Медведев, начальник по физической подготовке и спорту. Службу во внутренних войсках он несет в общей сложности уже 15 лет, а в рядах Росгвардии состоит с самого ее формирования. По своему профилю главными достижениями считает следующее. «Ну если считать свое достижение, то дважды стал чемпионом войск Росгвардии по пожарно-прикладному спорту, а в целом управление Росгвардии по Тамбовской области, то что постоянно, ну практически всегда на лидирующих позициях во всех спортивных мероприятиях». Одними только награждениями и официальными речами празднование юбилея не ограничилось. Для силовиков подготовили также и концертную программу. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Кобзарев. Область новостей. Сегодня стартует второй сезон всероссийского конкурса для школьников «Большая перемена». Попробовать в нем свои силы могут ученики с 5 по 10 класс. Об этом нам рассказали в региональном модельном центре. Пройти регистрацию можно с любого устройства на сайте «Большая перемена онлайн». Этот конкурс является проектом платформы «Россия – страна возможностей». Его цель – найти и объединить школьников с активной жизненной позицией, а также помочь им реализовать свой потенциал. «Сегодня, 26 марта, в 17.00 начинается этап регистрации. Затем, чуть позже, возникает в их личном кабинете тестирование на профориентацию, на тип личности и на то направление, которое они хотят впоследствии выбрать. В дальнейшем это проходят кейсовые задания, командные состязания. И дальше, если они проходят, это очные полуфиналы и финалы конкурса». В прошлом году в конкурсе «Большая перемена» приняли участие 7 тысяч школьников из нашего региона. Лишь 10 из них оказались в финале. По итогам первого сезона «Большой перемены» жюри признало лучшими проекты пяти тамбовских ребят. Старшеклассники получили по одному миллион рублей на образование, а восьмиклассникам в качестве приза выдали по 200 тысяч. 20 марта в мире отметили День франкофонии. Это особенный праздник для франкоговорящих стран и для всех владеющих этим языком. В 7-й гимназии Тамбова памятную дату отметили циклом телемостов с французскими партнерами. 7-я гимназия поддерживает тесные контакты с французской стороной уже почти 30 лет. В начале 90-х Тамбов подружился с Бургундией. Сегодня по видеосвязи с учениками общаются воспитанники колледжа Барбо из города МЭЦ. Две школы заключили договор о сотрудничестве. Участники телемоста вспомнили об истории праздника и вместе спели несколько французских и русских песен. Ведь музыка – язык интернациональный. Малый школ, где изучают французский язык, к нашему большому сожалению, потому что наши связи международные обширны и французский язык необходим. Мы изучаем французский язык в гимназии номер 7 и в гимназии номер 12. Этот язык изучается как второй язык, у нас как первый. Накануне гимназия уже выходила на связь с Францией. Тамбовским выпускникам удалось пообщаться с преподавателями университета Страсбурга и получить ценные советы о том, как поступить во французский вуз. Утки стали чаще оставаться зимовать в Тамбове. Привлекают их незамерзшие полыньи и угощения сердобольных тамбовчан. На шведском столе преобладает белый хлеб и крошки печенья, которые, по мнению некоторых экспертов, для птиц запрещены. Правда или миф? Чтобы узнать это, наш корреспондент Марина Корякина отправилась на набережную. Компанию ей составил профессор кафедры биологии ТГУ имени Державина Георгий Лада. Утки стали неотъемлемой частью городского пейзажа. Днем их можно встретить на набережной. Сюда пернатых привлекает продовольственная помощь горожан. Зоозащитники с профильным образованием и без уже составили запрещенный список угощений. На первой его строчке батон. Именно он, по мнению горя советчиков, вызывает разбухание желудка. Так ли это, интересуемся у профессора кафедры биологии Державинского университета. Он образован растительными веществами. То есть, собственно, он производится из зерна. Эта растительная пища вполне годна им в качестве корма, в качестве такой зимней прикормки. Вот черный хлеб я бы все-таки, наверное, не рекомендовал. В принципе, в нем самом таких вот вроде бы плохих веществ нет, но вот его консистенция, если можно так выразиться, наличие вот большого количества клейковины, вот делает его таким довольно вязким. Совсем другое дело пшенка. Предлагать эту крупу уткам советуют как на просторах интернета, так и наш эксперт. Мы должны ее немножко разварить или распарить, если так вот можно употребить такое выражение. Это даже лучше, чем хлеб, вот с точки зрения корма. Хлеб – это все-таки переработанное зерно. По своей природе утка-птица перелетная. Но Георгий Лада отмечает, что эти пернатые стали все чаще оставаться на зимовку в наших краях. Незамерзшие полыньи оставляют возможность для пропитания. Да и люди не прочь подкормить, не выездных за границу. Их образ жизни зимой чем-то напоминает даже образ жизни вот этих профессиональных нищих, которые выпрашивают на паперти или где-то еще, как это называется, милостыню. В нашем эксперименте кряквы охотнее идут к хлебу, оставляя без внимания пшено. Может, стесняются камеры? Попробуем подойти с телефоном. Сейчас попробуем со второй попытки преподнести нам наши дары. Значит, мы уже убедились, что утки – это не голуби. Они чувствуют непривычный предмет в виде камеры и человека, который около нее суетится. Пробуем предложить пшено голубям. Может, хоть они и проявят интерес. В этом плане голуби, получается, более профессиональные… Бросильщики. Более профессиональные вот нищие, да. Они в течение гораздо большего времени в городах привыкли попрошайничать. И у них это получается гораздо более профессионально, чем у уток. Ну что ж, друзья, наш эксперимент подошел к концу. И что мы можем сказать? Что он с треском провалился. Оказывается, цивилизация испортила не только людей, но и птиц. И вместо того, чтобы есть экологически чистое пшено, они просят хлеба. Ну, не хотите, как хотите. Летите! Вот и верь после этого, что пернатые всеядны. Ладно, в следующий раз придем в гости с овсянкой и вареными овощами. Марина Корякина, Николай Иванов, Анна Мусатова, Область новостей. На сцене Тамбов театра покажут ретро-комедию «Акселераты». Это совместный проект драматического театра и Тамбовского отделения Союза театральных деятелей. На какие темы творческая группа спектакля хочет поговорить со зрителями, расскажет Елена Хромова. Пьеса написана по классическим законам драматургии. Спектакль затрагивает важные темы – взаимопонимание родителей и взрослеющих детей, освобождение от внутренних комплексов. У зрителя появится возможность посмотреть на себя со стороны. Пьеса охватывает взаимоотношения разных поколений и профессий. От школьника, врача, учительницы, библиотекаря до мудрой бабушки-пенсионерки. Но главным действующим персонажем ретро-комедии будет любовь. Для Сергея Ливандовского это первый опыт в качестве режиссера. Помимо своих актерских работ, ему захотелось поговорить со зрителями в новом для себя образовании. Амплуа постановщика. К спектаклю готовился год. Просто хотелось вспомнить те времена, когда мы были молоды, когда мы были счастливы. Понятно, что прошлое нам вспоминается только в основном хорошими какими-то вещами. Просто хочется окунуться в то время. И отношения между людьми были такими, которые сейчас много утрачены уже. Когда люди общались, глядя в глаза друг к другу, а не по мобильным телефонам или в переписке по гаджетам. Вот хотелось вспомнить то время. Такая тема не требует смены декораций и костюмов. Она переходит из эпохи в эпоху. Хотелось, кроме подлинных взаимоотношений людей того времени, еще дополнить это тем бытом, который был. У нас подлинный телевизор 80-го года, который работает. У нас люстра того времени. Даже футболка, олимпийка, в которой главный герой, молодой парень, выпуска 80-го года. Настоящая, с той самой эмблемой, которые были модны в то время перед Олимпиадой. Самоирония, зеркальность отношений между людьми – все это формирует особую атмосферу на сцене, где главные герои – простые люди. Пьеса «Акселераты» шла в 30 российских театрах. В Ленинградском академическом театре комедии ее играли почти 20 лет. Завтра она будет показана и на Тамбовской сцене. Это своего рода подарок не только горожанам, но и всем актерам, которые 27 марта отмечают Международный день театра. Елена Хромова, Александр Позняков, Евгений Мещеряков. Область новостей. Мало кто знает, что любимая многими художественная гимнастика – довольно молодой вид спорта. Она начала формироваться в начале 20-го века, а своим появлением обязана балету. Отсюда вся изящность и воздушность. О тамбовских соревнованиях в этом эстетическом мастерстве расскажет Дмитрий Сергеев. Вот такой задорной музыкой заполнился сегодня дворец спорта Антей. А все дело в том, что здесь проходят соревнования по одному из самых красивых и грациозных видов спорта – художественной гимнастики. Но не дайте внешней легкости и воздушности себя обмануть. Подготовка к выступлениям для спортсменок – тяжелейший труд. Это открытое городское первенство. То есть к нему могут присоединиться юные гимнастки из других городов. Но, конечно, основная масса участниц – из Тамбова. Всего за звание лучших борются 280 спортсменок. А это максимально красноречиво говорит о том, насколько дисциплина развита и популярна в нашем регионе. Соревнования рассчитаны на два дня и идут с утра до самого вечера. Открывают их выступления самых маленьких гимнасток 2015 года рождения и старше. Но уже скоро судьи будут оценивать номера более опытных спортсменок. Самые малыши у нас по разрядам идут. И идет упражнение без предмета, то есть у них нет никаких предметов. И дальше по разрядам идет, у них уже прибавляются по одному предмету, по двум. И уже когда дети идут на первый взрослый разряд, на КМС и старший, у них обязательно четыре вида они выступают. Это обруч, мяч, булавы и лента. Ну, по первому взрослому разряду это без предмета и три вида пока что еще на выбор. Несмотря на совсем юный возраст, самые маленькие участницы турнира тоже могут похвастаться солидным опытом. Например, шестилетняя Мирослава в дисциплине уже три года. Как сказала сама девочка, гимнастику она любит, потому что та помогла ей сесть почти на все шпагаты. И, конечно, у нее уже есть достижения. Я сначала вторые-вторые занимала, а потом уже начинала первые занимать. А ты участвовал в соревнованиях только в Тамбове или ты уже куда-то ездила? Только в Тамбове. Какие у тебя впечатления от сегодняшних соревнований? Хорошие. Что тебе сегодня особенно нравится? Что я хорошо выступил. Для каждой гимнастки всегда огромная честь взойти на пьедестал и прочувствовать вкус победы. Но помимо этого лучшие получают и материальные награды, грамоты, медали и памятные призы. Дмитрий Сергеев, Евгений Михеев, Александр Щеднов. Область новостей. Это то, о чем мы успели вам рассказать. Еще больше информации на нашем сайте и в группах социальных сетей. Напоминаю, телефон нашей редакции 56 46 48. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»